Всем привет! Сегодня 55 выпуск нашей программы И мы добрались до рассольника ленинградского Я совсем недавно готовил рассольник ленинградский для Ирины Но готовил без лука Получился обалденный просто Между программами я же тоже готовлю дома А сейчас мы как раз делаем такой образец Который я прочитал в кулинарных книгах советского периода И там есть четкий понятный образец Который мы сегодня обязательно воспроизведем Для этого я взял три вот таких вот храбрых сердца свиных И отварил их под соленой воде в скороварке в течение часа Они прямо так отдали хорошо все Все, все свои соки, все свое содержимое в бульон И бульон получился достаточно ароматный и густой Рассольник мне нравится делать не из мяса Мне нравится делать рассольник из каких-то сердец У нас на канале есть московский рассольник с почками со свиными Посмотрите, пожалуйста, он очень обалденный получился Есть рассольник постный с грибами и перловкой А сейчас мы добрались как раз до рассольника ленинградского Итак, три сердца Соленые огурцы Рассол Пропаренная перловка Пропаренная, я ее промыл много раз Замочил И поставил где-то минут на 30 на мелкий огонь Для того, чтобы она развалилась Картошка Значит, чуть-чуть томатной пасты Морковь довольно большая Две луковицы Пять штук Вот я как раз почистил чесночин Значит, сливочное масло и растительное масло И две зеленушки Это петруха и чуть-чуть кинзы Ну как, много кинзы Но добавлять ее нужно по вкусу Потому что петрушка, наверное, обязательный ингредиент А кинза, она будет уже такая, скажем, произвольная программа Потому что очень много людей не любят кинзу Ну что, начнем нарезать, значит, сердца Огурцы с луком и морковью Все, погнали Наш лук Так Ну что Раз Вот я так люблю Со своей доской Выливаю сюда масло И ставим на огонь Также я сюда положу Вот столько Сливочного масла Мне нравится его использовать Сливочное масло Костромское Ставлю на огонь Чтобы у нас был акцент в супе Мне нравится в рассольничек нарезать вот так вот Достаточно тонко Но такими полукружками морковку Тогда он красивый будет Да, у нас на канале Я, как я уже говорил Есть рассольник московский Со свиными почками Вот Очень вкусно получилось Посмотрите, пожалуйста И приготовьте Этот рецепт Надо запомнить обязательно Он такой классический И постный рассольник Как раз вот Тоже с сухими грибами Но в том В том варианте мы использовали Маринованные огурцы В постном рассольнике Лучше использовать На мой взгляд Лучше использовать Соленые Маринованные они Их надо либо мелко На терочке резать Либо еще мелче Как-то так Они все-таки Это мой вкус Смотрите сами Они все-таки Немножко Другие Так скажем По вкусу Лучше, конечно Использовать соленые Ну что Закладываем морковь Сразу же Пошли Ага И вот мы Подошли к самому Интересному моменту Это Нарезка Соленых Огурчиков Соленые огурчики Мы брали Сегодня утром На рынке У бабушек Поддерживайте Бабушек Которые Продают Вкусную И здоровую Пищу Не знаю уж Какая она Это здоровая Но вкуснота Здесь просто Обалденная Как говорит Мой большой Друг Илья Исакович Лазарсон Дежапируем Огурцы Значит Знаете Наверное Многие пришли На мой канал В том числе Илья Исаковича И знают Что такое Дежапируем А для тех Кто не знает Я скажу Что это Отрезаем В жопке Вот эти Тут уже Дежапированный Огурчик Бабушка Уже его Обработала Хотя Они такие Приятные Огурчики Что Их можно Целиком Бабушки Хорошо делают Их Которые побольше Можно Разрезать На вот так Кстати Посмотрите Пожалуйста У нас Есть обзорка Как мы готовили С Ильей Исаковичем Лазерсоном У него В Петербурге В студии Костромские щи Маэстро В восторге Действительно Был И мы Сварили там Целую Скороварку Получилось Обалденно Мы Посмеялись Так Повеселились А под этим Выпуском Как раз И под нашим Тоже Есть ссылка На Во-первых Другие супы Нашего выпуска И на основной Выпуск Который Вышел на канале Зона Лазерсона Посмотрите Пожалуйста Аккуратней С солью Они прямо Отдают Соль Достаточно Долго Не спешат Отдавать Поэтому Подумайте Насчет того Чтобы Правильно Солить их Так Это Убираем Жопки Жопки А это Я оставлю Уберу А вот эти два Оставлю С картошечкой Сегодня Отварим Вечером Зажму Тоже Кстати Научился Хотя Я В общем Дома Поварская Тема Она такая Заразная Ну что Тоже туда же Тоже в сковородку Пошли Давайте порежем Сразу порежем Чесночок Быстренько Его тут Немного Поэтому Можно шархнуть Шархнуть Его Мгновенно Лучше сначала Его Раздавить Можно Не давить Можно Так Прямо Порезать Ну вот Есть мнение Что Когда Его Раздавишь Он Как бы Активизируется Так Порезали Чеснок Значит Погнали Сейчас Я его Прямо На нож Возьму На свой Вот Вот так Вот Раз Чеснок Томатную Пасту И Дробленый Перец Закладываем В сковородку Погнали В принципе Порядок Закладки Уже не имеет Значения Потому что Чеснок Значит Смотри Дробленый Перец По вкусу Добавьте Пол чайной Ложечки Можно Поменьше Он должен быть Ароматный И Томатная Паста Тоже Вот так Раз Все Перемешиваем Все Нужно Перемешать И вот В данном Случае Когда У нас Достаточно Суховато Получилось Я Наверное Сейчас Добавлю Бульон Чтобы Все Еще Лучше Поженилось Бульон Уже Готов Можно Добавить Воды Можно Добавить Бульона Смотрите Сами В зависимости От количества Бульона Например У меня Не очень Много Бульона Но Все равно Придется Разбавлять Поэтому Я сейчас Добавлю Воды Вот так Буквально Стакан Раз Еще Раз Перемешиваем Содержимое Сковородки И Пусть Постоит Минут Десять До тех Пор Пока Все Тут Не Перемешается Как Мы Называем Не Переженится Здесь Все Так Пришло Время Нарезать Мясо Сердца В данном Случае Я люблю Вот тут Я люблю Прямо Намелчить Мне Мне Нравится Здесь Мелко Прямо Чтобы Такими Кубиками По кубинской Системе Кубиками Треугольничками Но Мелко Такая Узнаваемая Структура Сердца Можно Можно Кстати Говяжье Сердце Сделать Но Рассольник Это Всегда Мне кажется Большей степени Это Конечно Какие Это Ливер Какой-то Печенка Может Пойти В сочетании Сердцем Я делал Например Из Куриных Сердец Из Индюшки Делал Из Куриных Делал Из Желудков Индюшек Делал Из Куриных Желудков Только Нужно Естественно Их Почистить И Проварить Я Вот Прямо Рекомендую Вам Делать Из Таких Суб Продуктов Получается Обалденно Вкусно В данном Случае Вот Я взял Три Свинных Разбитых Сердца Уверен Прямо Что Получится Очень Вкусно Килограмм Примерно Чтобы По громажу Знали Три Сердца Это Где-то В районе Килограмма Этот Рассольник Жестко Стандартизирован То есть Он Вошел Уже В Классику Советских Супов Все Тут Уже Вправо Влево Возможно Даже Все Раньше Сильно Наказывали Если Вдумывал Кто-то Что-то Свое Значит И мы Поэтому Повторяем Без Без Всяких Изменений Практически Ну что Я в бульон Это Закладываю И одновременно Иду Закладывать Перловочку Потом Уже Будем Добавлять Картошку И Рассол Вот Такая Вот История Аккуратненько Аккуратненько Перловочка Иногда Я добавляю Ее Просто Размоченную В этот раз Я решил Вообще Прямо Не отступать Не отступать А даже Еще и Подраспарил У меня Было Времени Пока Мы Собирались Я ее Вот так Подраспарил Чтобы Вам Было Еще Больше Видно Как Это Делать С точностью Так Ну что Перемешиваем Сейчас Все Быстренько Закипит Переставляем На Широкую Комфорку Разгоняем Огонь И Готовимся К закладке Вот этой Штучки В кастрюлю Так Нарезаем Картошечку Я люблю Мелко Сюда Крошить Как раз Картошку Это тот случай Когда Вот именно Кубики Хорошо Заходят Согласитесь Глупо было бы Взять Напахать По половине Картошки Как например Там В охотничью Шурпу Или в какой-нибудь Другой Известный суп Так 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 Смотрите Хоп Сейчас не буду С доски плюхать Туда Весь Все разлетится Я возьму Так вот В тарелку В большую И прямо Отпущу Туда Ее Да и все Идем Соединять Картошку В кастрюлю И потихонечку Закладывать Содержимое Сковородки Тоже в кастрюлю Но только Через Такое-то Время Пока Картошечка Чуть-чуть Обварится И температура Поднимется Смотрите Какая красота Раз Она и пошла Прямо в кипящую Все Как только Разгоним Вот эту Бульон Сейчас обварится Все Сейчас мы будем Соединять Содержимое Сковородки И содержимое Кастрюли Погнали Вот видите Как здорово Ну теперь вопрос Куда мы будем Заливать Рассол Вот в чем дело Так четко Прямо Получилось Прямо Ну выкипит Будем Пусть кипит Он Так-то уже Почти готов Но Чтобы вот это Все прямо Прокипело На маленьком огне Сейчас поставим И Доливать уже Будем Рассолом Когда он Повыкипит Все Попитается Еще Нужно Лавровый Лист Две Две штучки Лаврового Листа Чуть попозже Закладывать Будем Уже Перед готовностью Поэтому Пусть кипит Полчаса Минут Сорок До Подачи Закрываем И убавляем Огонь Заставочку Я вас попрошу Подписаться На наш канал Поставить лайк И еще Обратить внимание На ссылки Под нашим Каждым Видео Каждым Видео Там Первая страница Это страница Наших партнеров О партнерах Я расскажу Чуть-чуть позже Прямо в отдельной программе А сейчас Тот, кому интересно Одежда Для детей Для девочек Школьная форма Для девочек В общем Все, что там есть Все Обалденного качества И к этому Причастна моя жена Ирина Сергеевна Шаровова Дизайнер Стилист Поэтому Переходите По ссылке И увидите там И женскую одежду Строгую Достаточно одежду И одежду Для мальчишек Школьную форму Пиджачки Классные Поэтому Это наш Генеральный партнер При помощи Которого Выходят Наши программы Вот Поэтому Пожалуйста Подписывайтесь На канал Переходите По ссылкам Там много Всего Интересного Многим полюбился Мой друг Джаз Вон он Смотрите Куда залез Гад Знаете почему? Потому что У нас родился Ребенок Мишка Миша Шаров И они же Ну Единоличники И второй день Съемочный Он сюда Не выходит Вот мы вчера Готовили целый день Сегодня он не выходит Он уединился Вон туда Он На шкаф И там Гад лежит И это В позе В общем У него такая Поза Типа мол Обиделся Посмотрите Джаз 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 Видите Нифига не реагирует Гад Джаз Давай выходи Выходи Не надо Обижаться Ладно Мы тебя не обижаем Ну что Давай Ревнуша Какая Ну ревнуша Бессовестная Ну надо же Так быть Ну что Нарезаем Зелень Я обычно Рассольник Зеленью Так не Злоупотребляю А вот сейчас Очень хочется Погрузить Ее Почему-то Побольше Пучочек Петрушки Частично Я ее Оставлю Для Презентации Свежей И кинзу Точно так же Частично Положу Загружу Прямо в суп Чтоб она Обварилась Значит Что делаем Частично Откладываю Я вот это Вот так И вот так Перемешиваю Идем Закладывать Суп Так Смотрите История Такая Пока Рассольник Стоял Помните Рассольник Поставил Рассольник Стоял На плите И доходил Пропаривался Мы Сняли Еще Два Супа Это 56 И 57 Выпуск Значит В 56 Выпуске Будет У нас Суп Гуляш Баграч Вот такой Вот получился Суп Я только что Его попробовал Следующим Сразу же Выпуском Идет Итальянский Суп Из чечевицы Получается Очень здорово А в рассольник Как я и обещал Мы закладываем Зелень Которую Сразу Не заложили И вот сейчас Перед самой Подачей Фактически Перед пробой Я Что делаю Посмотрите Он просел Он впитал Впитал Больше И считай Он не выкипел Он просто Как будто бы Раз И стал гуще И просил Воды стало меньше И мы сейчас Я перед подачей Должен Прокипятить Это снова Возобновить И мы Вот этот вот Рассол Туда Раз И заливаем Все Практически Точка Но нет Казалось бы Я закладываю Сюда Обещанную Петруху Вот она И Кинзу 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 На любителя Опять же Вот смотрите Вот так вот И теперь Довожу Это все До кипения Довожу До кипения И сейчас Мы идем Это все Пробовать Сразу После того Как все Закипит Снова Посмотрите Какая красота Вау Сольник Вообще Бомба Но я вам Скажу Вот какую Вещь Вот сейчас Мы уже Снимаем Там 56 57 58 И Мои Значит Взгляды Изменились Потому что Столько Вкусных Супов Я наснимал Что они У меня Все Любимые Теперь Я не могу Выделить Никакой Отдельно Суп Они у меня Все Любимые Все Как Я не знаю Как дети Вот Ну что Сейчас Все закипит И идем Пробовать Ну что Рассольник Ленинградский Встречайте Готов Так Аккуратно Оооо Хо-хо-хо-хо Нет Тут не надо Тут По-моему Сметана Вообще Не катит Тут Вообще Смотрите Какая красота Тут Цвет Есть Все Есть Кремовость Есть Я даже Не знаю Сейчас Посмотрим Мне кажется Что Сметана Здесь Не будет Хотя Сметаной Как маслом Кашу Не испортишь Ну что Давайте Попробуем Яр Сольник Надо Пробовать С кусочком Белого Хлеба Мне Так Почему То Всегда Казалось Ну ладно Давайте Я не могу Становиться Готовьте Рассольник Ленинградский По нашему Рецепту Я уже Я даже Не знаю Что тут Вот Вздыхать Обалденно Получилось Все Идеально Такого Вам Столовки Не подадут Никогда Про Ленинград Недавно Я был В Санкт-Петербурге На Рубинштейна Мы зашли В один из ресторанов Там С друзьями Встретились Никто Не выпиваясь Спортсмены И вообще Взяли суп И заказали Ну принесли нам Там суп Из копченого Быка Блин Вот Название Крутое Мы конечно Это воспроизведем Сделаем лучше Еще Но вот Лучше бы Они правильный Рассольник Сделали Я вам Точно говорю Вот такое Спасибо большое За внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok